Вот и до Осетии докатилась коронавирусная паника. Сказать, что это хорошо? Нет, ни в коем случае, потому что люди сейчас ринулись массово в оптовые магазины, просто выносят оттуда всю муку, все макароны, всю соль. Просто полка с гречкой. Пусто. Рис. Пусто. Что, гипермаркет, магнит, полки с крупами, никогда такими пустыми, я еще не видела. И почему-то туалетную бумагу, я не понимаю, что за психоз вокруг туалетной бумаги. Печально, что именно вот в таких очередях, вероятно, заболеть, заразиться коронавирусом довольно высока, поэтому необходимо сохранять самообладание, желательно не толпиться. В конце концов, вы покупаете эти продукты для того, чтобы не заразиться коронавирусом, чтобы сидеть дома. Но во время покупки, вот все, все меры предосторожности бывают нарушены, так что коронавирус, если где-то в Осетии будет распространяться, то через такие очереди. Вообще, в Осетии хорошо было бы сейчас отказаться от всех массовых мероприятий. Я говорю не только о концертах, я говорю и о свадьбах, и похоронах. На них ходит именно та группа населения, которая находится под самым высоким риском. Это люди, кому больше 40, 50, 60 лет. Смертность среди этой группы населения от коронавируса самая высокая. Опять же, чтобы не было паники, в принципе, смертность от коронавируса довольно низкая. Около 1-1,5%. Но это в условиях, когда система здравоохранения не нагружена. Когда же наступит пандемия, не дай бог, но вдруг, если она наступит, полноценная эпидемия, пандемия, когда система здравоохранения будет тотально перегружена, смертность будет быстро расти, только потому, что люди не смогут получить необходимые препараты. Да, сейчас министр здравоохранения неожиданно сказал, что в Осетии есть препараты от коронавируса. И спрашивает, конкретно у нас в республике есть ли медикаменты против коронавируса? Да, у нас есть, у нас достаточное количество и в оптовой розничной, вернее, извините, в розничной торговле все препараты противовирусные. Скорее всего, он оговорился, потому что нет пока ни вакцины, ни какого-то лекарства от коронавируса. Экспериментальная версия вакцины будет выпущена, по-моему, через несколько недель в США. И то это экспериментальная вакцина. Стоит ли поддаваться панике? Ни в коем случае. Но, в принципе, то, что сейчас происходит в Осетии, я скорее отношу к позитивному фактору. Потому что люди у нас очень беспечно относятся к своему здоровью. И когда эта информационная истерия начинает доходить до них, они начинают хотя бы минимально готовиться. Ну и стараются не посещать какие-то массовые мероприятия. Скорее всего, коронавирусом переболеет около 60-70% населения. Так заявляют ученые в Германии и в Британии. Проблема в том, что если вы заразитесь сейчас, то вам будет очень сложно выкарабкаться. Опять же, если вы старше 50 лет. Молодые люди, как правило, очень легко, относительно легко переносят это заболевание. А вот если вы заболеете коронавирусом через полгода или год, то за это время ситуация может кардинально измениться. Просто появится вакцина или какие-то лекарства. Будет понятно, какие осложнения чаще всего вызывает данный вирус. Все это поможет гораздо быстрее и эффективнее его лечить. Поэтому сейчас надо максимально себя ограничить от большого количества людей. Не знаю, сядьте дома, пересмотрите огромное количество сериалов. Ни в коем случае не стоит паниковать. Ни в коем случае не стоит толпиться в очередях за макаронами и туалетной бумагой. Это абсолютно глупо. Задача не умереть от голода, а просто не заразиться коронавирусом. Поэтому будьте внимательны, будьте внимательны к своим близким. Я постараюсь периодически выходить в эфир и сообщать о ситуации в нашем регионе.